Всем привет! Да, я опять попадался в дегустации. В 2017 году, уже далёко у меня было видео, где пытался попробовать шпроты. Я их объелся. Ну да ладно. Последние годы у Рязанской области появилось много гастрономических брендов. Напомню, что до недавних пор, ну, их практически, считай, не было. Мы даже не знали, какие прям блюда можно считать исконно рязанскими. Но вот, с недавних пор начали появляться различные бренды. И сегодня я бы хотел перед Новым годом рассмотреть два самых известных, которые появились, кстати говоря, незадолго до Нового года 2020. Ну, давайте же раскроем пакет. Вот это вот напиток «Вкус Рязани». И в этом пакетике у меня буклетик про «Вкус Рязани». И, да, я думаю, вы уже все догадались, что у меня здесь калинник. Да, вот так вот он выглядит. Ну, давайте я вкратце расскажу вообще о том, что это такое. И как оно вообще у нас появилось. Потому что, по сути, ну, про калинник особо до 2019 года не знали. Как гласит официальная история, скажем так, долгие века на просторах далеко-далеко, на востоке Рязанской области, если я не ошибаюсь, в Сассовском нынешнем районе, держали вот этот вот рецепт вот этого калинника. И не так давно проводилась какая-то экспедиция с целью узнать о подобных вещах. И был найден все-таки вот этот рецепт калинника, адаптирован по нынешней реалии. И впоследствии изготовлен в одной из рязанских кондитерских. Ну, и так вот он добрался до нас. Впервые он, по-моему, появился как раз-таки, вот, как заявленный, как гастрономический бренд Рязанской области вот именно в 2019 году. Ну, а вот этот напиток, я так и не нашел, как он называется. Написано просто «Вкус Рязани». Все на этом буклете. Каких-то названий нет. Это написано, что производитель «Бодрыня». У них, кстати говоря, есть как такие вот напитки, так и холодные. Типа лимонада, что ли. Не так давно пробовал тоже. Молею, да, немножко простудился. Что тут написано? Официальный напиток Рязанской области создан при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области. Сироп «Вкус Рязани» станет неповторимым и оригинальным подарком, ведь такой продукт есть только в Рязани. Состав. Иван-чай, имбирь, чебрец, ромашка, шалфей, эвкалипт, зверобой. Это универсальный напиток. Он может быть как газированным, как согревающим, так и алкогольным. Но у меня он в варианте согревающего напитка. Ну, давайте попробуем его, чтобы у меня голос не садился. Ну да, конечно, помешали. Вот пока я шел, у меня капли выплеснулись. Я так их слезал. Очень хорошо я почувствовал шалфей именно. Мне вообще, значит, казалось, что это типа как лекарство какое-то. Похож на, ну не знаю, какие-то кутмикстуры от кашля. Но оно и к лучшему, кстати, в данный момент для меня. И вот мне интересно, как же он выглядит в виде алкогольного коктейля. Ну да ладно. Теперь давайте попробуем коленек. Сразу скажу, однажды я его уже пробовал. Мне он показался каким-то кисловатым и не очень мне понравился. Давайте попробуем сейчас его. Начнем с того, что он такой твердый. Так, давайте посмотрим на структуру. В общем-то, выглядит это вот так. Давайте пробуем. Не, он так вообще вкусно. Опять же, это не приторно-сладко. И даже сейчас скажу, это не сладко, но и не кисло. Так, ну и давайте же попробуем нашу вишенку на тортике. Я так понимаю, это что-то типа джема. Да, действительно джем. Ну, похоже на калину. Да. Но, что самое странное, калина, она как бы, да, она такая кислая. Что-то кисло-горькое даже бы сказал. Но тут этот вкус, вот эта сама кислятин, она как-то отдаленно чувствуется. Ну и внутри тут тоже она, кстати говоря, пропитана, видимо, тоже таким джемом. Сейчас попробую. Ну, знаете, очень даже вкусно. То есть, как десертик, очень даже заходит. Он не такой прям приторно-сладкий, но я бы не сказал, что он прям кислый, как калина настоящая. Так что я рекомендую, что напиток рекомендую, что колейник очень вкусный. Ой. Ну и, пожалуй, на этом все. Я это сейчас доем. Сейчас на транспортный блог снимать, да. Так что я не могу добавить.